Всем привет-привет! Всем отличного настроения! Напоминаю, что сегодня пятница, это значит, что в разделе сообщества примерно в обед выйдет анонс на блиц-консультации выходных дней, тема поток, то есть расклад без какого-то конкретного запроса, любого вопроса. Вся информация будет в разделе сообщества, либо в телеграм-канале. Кто не подписан на мой телеграм-канал, ссылка есть под этим роликом в разделе «Мои услуги», либо в любом анонсе внизу указан мой личный телеграм. Напишите туда, я вам дам ссылку на свой канал. А тему сегодняшнего расклада мы будем делать следующую, значит. На что смотришь, тем и становишься, да? На что смотрите вы? Этот расклад я делала в телеграме, захотела его повторить и здесь на канале. Нечто, по-моему, аналогичное я уже делала. Почему я настаиваю именно на эту тему, немножко объясню. Дело в том, что очень много есть схожих фраз с данной темой. И как обычно бывает, знаете, с мудрыми, так сказать, мыслями, да, мы киваем головой и говорим, да, это интересная мысль, да, так она и есть. И все, и отпускаем ее. Мало кто задумывается, действительно ли это так, а где она применима в нашей жизни, что я могу сделать, исходя из этой информации. Ну, то есть провести некий такой анализ, что ли, данной фразы. Для чего? Для того, чтобы что-то действительно в жизни изменилось, да? Почему? Потому что очень много внешней какой-то информации, но когда мы ее не пропускаем через себя и не делаем опытом, к нам не приходит осознание. Понимание это еще не означает осознание. Осознание у нас приходит с опытом, а опыт у нас приходит с действиями и очень часто с повторными. И поэтому эта фраза, то есть на что ты смотришь, тем ты и становишься, она, если вот поразмыслить, да, уделить ей внимание, она показывает по сути, кто мы есть на данном этапе. У нас есть внешний мир, да, и внутренний мир. Есть категория людей, которые стараются познать себя, именно то, кем она является через углубление в себя, через созерцание, анализ, медитацию. Есть другой способ, который, в принципе, мы используем абсолютно все, особенно в детском возрасте, да, это понимание себя через других людей, через внешний мир, через то, что мы видим, либо людей, с которыми мы взаимодействуем. То есть то, что мы называем зеркалами, да, глядя в зеркало, мы понимаем себя, то есть через отражение других мы понимаем себя. Но если углубиться вот в эту мысль, да, то на самом деле получается так, что мы являемся некой такой проекцией внешнего мира. То есть вот мы увидели, например, да, человека улыбающегося, да, и как зеркало нам кажется, что мы тоже улыбаемся, увидели грустного человека, и нам кажется, что мы тоже грустные, да, в чем-то, если мы на это обратили внимание. Мы же не просто так обратили внимание. И у нас формируется вот это вот иллюзорное, именно это есть иллюзия, иллюзорное восприятие себя, что мы есть то, на что мы смотрим. Почему это иллюзорное? Потому что такое, ну, возникает чувство, что мы формируемся как совокупность всего того, на что мы обращаем свой взор. Но это, скажем так, осознанная часть нас, да, это то, как мы понимаем. Но есть неосознанная часть, которая говорит о том, что мы действительно намного глубже. А то, на что мы обращаем внимание, это, скажем так, некие наши роли, роли нашей личности, которые мы проигрываем в этом мире. А суть наша, а природа, та непознаваемая, да, которую все мы хотим узнать, хотим понять, кто же я такой на самом деле, и что, либо что я такое на самом деле. Да, это вот этот вот философский, такой непознаваемый вопрос. Почему? Потому что, ну, словесное на него нет ответа, есть только в ощущениях и внутренних каких-то восприятиях. А то, за что отвечает у нас ум, да, вот этот вот внешний мир, нам очень сложно это понять, дать себе определение, кто же я. Но все, что мы отвечаем на вопрос, например, я душа, я личность, я еще что-то, это, по сути, некая такая одежда, да, которая мы носим. То есть мы этим не являемся. Но это является частью нас, потому что это все создано из энергии, так же, как и наша природа имеет в себе суть энергетическую. Так вот, сейчас немножко углубилась слишком, мне кажется, философия, и не все за мной успевают, да, по мыслям. Задача в чем этого расклада? Задуматься, да, то есть на что мы смотрим? Обычно мы говорим то, чем мы наполнены, да, то на то мы и обращаем внимание. И нам, в принципе, эта фраза знакома, сегодня я хочу сделать обратное, то есть обратить ваше внимание, на что вы смотрите, чтобы понять, что есть внутри вас. То есть это примерно то же самое, только под другим углом, под другим ракурсом. В эту же категорию вопросов, тем, не знаю, фраз, относятся и фраза «Покажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты», «Покажи мне, что ты ешь», и я скажу, кто ты, да, то есть «Вы есть то, что вы едите», буквально это так звучит фраза. И другие фразы из той же категории. Для чего нам нужен этот расклад? Для того, чтобы мы посмотрели, обратили внимание, и если на что-то, то есть знаете, как больше подсветить вам ваше внимание, сделать его как-то более осознанным, чтобы вы осознали, на что вы смотрите. И если вас это не будет устраивать, если вас не будет удовлетворять, чтобы мы что-то в себе изменили. Вопрос не «Как изменить», а вопрос «Что в данном раскладе?» я имею в виду. Что нужно будет изменить и нужно ли что-то менять? Почему? Потому что, опять же таки, мы живем все на автомате. У нас у всех очень мало осознанности. То есть для того, чтобы была осознанность, это контролируемое направление вашего внимания. А вот это контролируемое, управляемое, и чтобы это было на постоянной основе, это требует очень много практики. А если это требует практики, это собирает очень много времени. А здесь нам не хватает времени написать какой-нибудь комментарий либо поставить смайлик. О каком времени в контексте философии и рассуждений мы можем говорить. Поэтому задача подсветить, на что вы сейчас смотрите, на что вы обращаете внимание и показать вам, что через вот этот ваш взор, что есть внутри вас. Или как вариант, исходя из этого, увидеть свои перспективы, то есть вероятное будущее. Почему? Потому что если вы не смените свой фокус внимания на что-то другое, если вы не измените свой вектор, то велика вероятность, что в будущем вы будете именно тем, на что сейчас падает ваш взор. Например, если вы смотрите очень много новостей, а все новости, как правило, они в процентах 85, если не 90, они идут в негативном ключе, то все, что вы видите, вызывает у вас какое-то негативное восприятие. То есть это расстройство, переживание, тревога, паника и так далее. Если вы продолжаете каждый день в течение нескольких минут, часов смотреть негативные новости, негативную информацию, то вы аккумулируете по сути в себе вот эти вот негативные эмоции. Негативные эмоции – это низкие вибрации. Какая вероятность того, что ожидает вас в жизни? Как минимум будет срабатывать психосоматика, и вы будете болеть. Здоровыми вы не будете 100%, потому что от таких новостей, от таких энергий, даже не новости, а суть вибраций. Энергии негативные будут вызывать болезни. Один момент. Второй момент. Исходя из вот этого негативного состояния, что вы будете притягивать по образу и подобию? Негативные какие-то ситуации. Либо людей, которые будут вибрировать на этих энергиях. Какова вероятность быть счастливым, находясь так долго вот в этих энергиях? Ну, очень маленькая, если мы осознанно что-то менять не будем. И вот, и то же самое и в позитивном ключе. Если, например, вы вращаетесь в кругу успешных людей, которые умеют зарабатывать большие деньги, и постоянно речь, да, даже и небольшие, а вообще просто там, где есть деньги, например, да, и люди говорят об этих деньгах, у вас вырабатывается вот это вот финансовое мышление. Какова вероятность того, что у вас будут деньги? Велика. Велика почему? Потому что вы перенимаете эти повадки, где-то вы чему-то учитесь, осознанно, неосознанно, где-то вы просто повторяете какие-то шаблоны успешных людей, и у вас что-то начинает получаться, вы начинаете мыслить именно в этом ключе. То есть суть, мне кажется, понятна, да вы и так, в принципе, это знаете, просто одно дело еще расскажу знать, а другое дело осознавать. Почему? Потому что информация есть, но когда ты ее через себя не пропускаешь, проблема заключается в том, что ее очень много становится в вашем ментальном плане, и вы начинаете ощущать тяжесть, груз и неудовлетворение от жизни. Когда вы на ментальном плане эту идею заземляете, то есть через какие-то действия, то место освобождается для того, чтобы приходили новые какие-то идеи, новые какие-то мысли, и тогда вы идете по жизни налегке. Так, ну давайте посмотрим, в принципе, мне кажется, суть понятна, расклада, на что вы смотрите, где сейчас внимание на данном этапе, где ваше внимание на данном этапе. Смотрим, где ваше внимание сейчас на данном этапе. Сейчас, секундочку, вот так поставлю. Мак, сейчас вы очень много думаете, причем мыслительные процессы здесь направлены на либо на созидание, либо на решение каких-то проблем, здесь очень много коммуникации, общения, взаимодействия. Здесь не вопрос активности, а здесь вопрос, возможно, как-то, я не знаю, здесь какие-то беседы у меня идут, но беседы какие-то деловые, вот как-то все на деловые темы, на социальные какие-то темы направлены. Здесь не вопрос личных взаимоотношений, даже если это, например, касается личных взаимоотношений, то здесь энергия направлена как раз-таки на диалог, на отслаивание своей точки зрения, да, либо когда человек рассматривает, анализирует свою выгоду, то здесь отношения, они как будто бы идут договорные, здесь нету конфликтов, здесь очень много дипломатии, но либо параллельно еще идет именно анализ, то есть какая выгода будет от этих отношений, что я могу дать, что я могу получить, есть ли какая-то перспектива, причем это не только личная, а это вообще вот энергия такая, она в контексте направлена на интеллектуальные какие-то процессы, но в этих интеллектуальных процессах, с одной стороны, есть создание, создание, то есть они позитивные, даже не позитивные, как это сказать-то правильно, здесь не про позитив, а про то, что от них есть какая-то польза, но с другой стороны, здесь присутствует именно какая-то своя собственная выгода, то есть здесь человек в чем-то хочет получить выгоду для себя, я не могу сказать, что здесь манипуляции, здесь какой-то просто здравый рассудок, возможно простраивание какой-то стратегии, то есть понимание, что я буду делать, что за этим последует, здесь не просто причинно-следственные какие-то связи, а здесь именно какой-то анализ, знаете, как некий такой стратег, который готовится перед боем, и он просчитывает свои шаги, просчитывает шаги противника, потери, где, в чем победа, где есть слабые места, то есть вот здесь что-то такое. Если это, например, энергия касается купли-продажи, то здесь нужно обратить внимание на то, что написано мелким шрифтом. Почему? Потому что вроде бы все идет согласно договоренностям, согласно закону, согласно правилам, но есть какие-то лазейки, которые вы можете не учесть, есть какие-то хитрости, есть какие-то манипуляции. Также здесь речь идет о каких-то продажах, то есть помимо договоров здесь речь идет может быть еще и о продажах, то есть это, допустим, если это ваше дело, то вы сейчас думаете о том, как увеличить продажи. Здесь вопрос не про финансы, а именно про увеличение может быть клиентской базы, либо доходов, то есть здесь нету физических денег каких-то. Здесь есть большие суммы, но эти суммы они как-то виртуальные как-то идут. Еще на что направлено ваше внимание на данном этапе. Король кубков. Здесь очень много у вас каких-то внутренних процессов эмоциональных проходит. То есть опять же скажу, возможно очень много идей, очень много представлений, что хотела, как бы хотела. Либо какие-то внешние факторы, которые вызывают у вас кучу разных эмоций. Знаете, где-то в интернете я видела такую картинку, да, то есть внешние две картинки, скорее всего, да, то есть внешняя такая улыбчивая фигурка, спокойная, позитивная, такая вот прям вся няшная, а внутри как демон горит, да, вот воды кипят, бурлят, вот здесь примерно то же самое. Здесь очень много мыслительных, еще расскажу, да, вот эти вот прям такое сочетание карт показывает, указывает на мыслительные процессы, то есть когда человек проживает очень, еще и король кубков, очень бурно, очень активно в своей голове жизнь, то есть вы можете даже, знаете, какие-то планы строить, да, представлять, где и с кем встретитесь, как поговорить, прям вот ощущаете все эти эмоции, состояние, в конечном итоге, в конце дня вы ощущаете усталость физическую, но если посмотреть буквально физически, какие действия вы совершали, вы удивитесь, то есть возможно вы даже и не встали со стула, но такое ощущение, что вот вы прям очень сильно устали, много работы делали, почему, потому что здесь очень много проделывается виртуальной работы, то есть здесь все внутри, наружу это не проявляется, наружу это не показывается, опять-таки, если, например, в контексте взаимоотношений личных, то здесь такое ощущение, что люди друг о друге думают, там что-то представляют, как-то проживают, но физически они как будто бы не вместе, физически у них нет общения, если есть, ну, например, такая переписка, да, то есть именно на расстоянии, а внутри они прям вот проживают какую-то бурю, гамму разную эмоциональную, весь спектр вот этих вот эмоций очень-очень ярких, то есть здесь, по сути, активность, она идет внутренне, она не внешне, она внутренняя, поэтому на что, да, сразу могу сказать, исходя из этого, на что обращено ваше внимание, обращено внутрь себя, но не на расслабление, да, какое-то, вот пассивность наблюдения, очень яркую активность, причем активность как эмоциональную, так и ментальную, еще на что обращено ваше внимание? вы как будто бы, не знаю, здесь, здесь, я просто думаю, касается, здесь ли, для какого-то малого процента людей, да, здесь задействованы все-таки личные взаимоотношения, но это не какое-то новое знакомство, да, а это, скорее всего, взаимодействие с людьми, с которыми вы уже давно знакомы, да, и вот находите там на разных фазах развития, но это на каких-то пиковых моментах, да, то есть это не начальный, а в большей степени, мне кажется, что здесь речь все же пойдет о людях, которые думают о своей профессиональной деятельности и о заработке денег, но акцент здесь идет больше на реализацию каких-то своих идей, то есть вы как будто бы голову ломаете над тем, как это можно монетизировать, либо как это можно реализовать, деньги здесь идут вторичные, первичные это идея, и вторичные это уже деньги, то есть они имеют, то есть вы как будто бы то, что вы делаете, да, вы делаете, конечно, ради того, чтобы обменять эту услугу, не знаю, эту идею на деньги, это ясное дело, но первично именно сам процесс, как его организовать, как внедрить какую-то идею, то есть что-то вы здесь, над чем-то вы ломаете голову здесь, а в чем проблема то здесь с этими идеями, как вот именно донести людям, да, то есть здесь вопрос коммуникации, взаимодействия с людьми, здесь еще трудность может быть так, что вот вы как будто бы что-то недоговариваете, что ли, что-то недопоказываете, то есть вот в этом проекте, либо вы хотите, ну, возможно, ваше внимание обращено на то, что я хочу сначала это сделать, а потом про это сказать, поэтому я умалчиваю, это понятно в таком контексте тогда, да, как говорится, ну, не хочу сглазить, как говорится, в простонародье, но с другой стороны здесь здесь вопросы именно как это презентовать, как это донести эту идею, как ее раскрыть, как ее показать миру, либо как выстроить какую-то систему взаимодействия с людьми, чтобы она была выгодна и вам, и другим людям, но в большей степени именно вам, то есть вы не забывайте о выгоде других людей, здесь нету такой, да, что я как в маркетинге могу тебе пропихнуть все, что мне не особо нужно, да, с целью получить какую-то выгоду от себя, здесь нет такого, здесь на равных, здесь win-win, и ты выиграешь, и я выиграю, но в большей степени мне моя персона, она важнее, то есть здесь как-то вот в контексте каких-то идей и профессиональной сферы здесь задействованы, если вам это отвлекается, слушайте дальше, если нет, то значит не ваше, значит вы самостоятельно подумаете, прям проследите, о чем вы думаете последнее время, и исходя из этого, да, можете уже дальше анализировать свою ситуацию в контексте того, что вы на эти мысли привлечете, каких людей, какие энергии, и какая ветка вероятности вашего будущего подсвечивается, так, это ваше внимание, здесь ваше внимание, то есть это внутреннее, да, на внутренние какие-то процессы, на что вы сейчас смотрите вовне, это внутри, а вовне, королева Пентакли, во внешнем мире вас интересует больше все, что связано как-то с ценностями, что это за ценности, какие-то ценности, вы как будто вы хотите в чем-то разобраться, то есть, допустим, если бы это касалось профессиональной сферы, да, здесь человек обращает внимание на то, допустим, какой спрос есть у людей, да, какие интересы есть у людей, какие ценности, вот что им на данном этапе важно, что им актуально, как будто бы на это вы будете ориентировать допустим, свою услугу, да, на что еще сейчас вы смотрите, на здесь как-то открыты какие-то горизонты, и вы обращаете внимание на то, что важно вам, здесь все равно есть какая-то выгода, какая-то польза, какая-то ценность, вы хотите в этом определиться, да, то есть, над чем я буду работать, то есть, во что я буду вкладываться, да, люди это ли, не знаю, дело какое-то, то есть, я хочу понять, да, что для меня ценно, причем ценно не в контексте того, что будет давать деньги, а здесь ценность не материальная, а ценности какие-то другие, то есть, что будет меня наполнять, да, что будет меня восхищать, например, что будет меня вдохновлять, от чего я буду получать удовольствие и наслаждение, то есть, здесь какие-то состояния, здесь речь идет о состояниях, почему, потому что здесь как будто бы перспектива, которую вы выстраиваете, она долгосрочная, это в контексте того, что, допустим, если я устраиваюсь на работу, то я предполагаю, что, ну, как минимум, я-то пять лет на этой работе поработаю, и если эта работа изначально, она мне неприятна, она мне не близка и меня не радует, то пять лет это будет каторга, зачем мне это надо, да, то есть, вот в таком контексте, даже если это, например, большие деньги, то здесь человек обдумывает эти процессы. Еще на что вы сейчас смотрите, ну, кто-то обращает внимание, возможно, на детей, кто-то обращает внимание на те моменты, когда люди друг другу доверяют, либо есть вот какая-то близость, либо обращает внимание на моменты, связанные с дружбой, либо обращает внимание на то, что им напоминает что-то из их прошлого, например, если это какой-то человек, то во внешнем мире вы будете замечать людей, похожих на него, либо внешне, либо характером, если это какое-то место, где вы были, да, то во внешнем мире вы как-то выцепляете какие-то ассоциации именно вот с этим местом, ну, например, да, это какое-то место, в котором вы росли, и там были определенные деревья, и вот вы как будто бы куда ни пойдете, да, смотрите там, либо какие-то картинки, в которых есть эти деревья, либо у вас есть, там, не знаю, предложение вас съездить куда-нибудь в отпуск, и вот на афишке, на картинке, на этой, да, на рекламном ролике, либо, да, есть вот эти деревья, то есть вы обращаете внимание на то, что напоминает вам именно прошлое, либо вот вы идете по улице, и вот какой-то запах знакомый, вот вы останавливаетесь и думаете, блин, что-то знакомое, где-то я уже это встречала, этот запах, и вспоминаете, что, допустим, пахнет выпечкой, да, как пекла ваша мама, либо как ваша бабушка, да, какой-то такой знакомый запах, либо там, я не знаю, запах, который, если у вас есть дети, да, например, там, присыпку детскую, да, либо детскую пудру, и у нее есть какой-то вот такой характерный запах, и вот вы идете по улице, что-то такое знакомое, что это такое, а, я вот пользовалась, когда у меня были маленькие дети, вот эта вот детская пудра, то есть вот какие-то такие воспоминания, они идут из прошлого, в принципе, у нас всегда есть ассоциативный ряд, но здесь вы почему-то именно на это обращаете внимание, не знаю, может быть, у вас какая-нибудь ностальгия по прошлому, может быть, сейчас ваше прошлое каким-то образом активировалось, и ваш фокус внимания, он обращен на это, у меня запись-то идет, а, да, я испугалась, думала, опять говорю, горе, и запись не идет, так, еще на что вы сейчас смотрите, на то, откуда вы, допустим, касается вашей профессиональной сферы, вы думаете, как какую-то идею монетизировать, либо, не знаю, реализовать ее, воплотить жизнь, и вы думаете, допустим, там, идея, хочу написать книгу, и попожу жезлов, и думаете, откуда вы можете брать идеи, например, да, обращаете внимание на диалоги людей вокруг вас, либо в фильмах, вот, которые вам нравятся, да, то есть вы выписываете это все с целью, что как-то вот вдохновлюсь, либо что-то интересное могу использовать в своей книге, то есть здесь идет речь о какой-то подпитке, да, то есть кто может быть тем человеком, который будет подпитывать вас энергетически, да, либо это какие-то идеи, откуда я могу брать, либо это может быть какая-то поддержка, либо вы обращаете внимание на тех людей, которые, не то чтобы единомышленники с вами, а те, которые вас поддерживают, да, то есть как некое такое топливо, топливо, которое поддерживает ваш какой-то энергетический баланс, либо вы, например, обращаете внимание, если у вас сейчас не хватает энергии, да, то обращайте внимание, какие упражнения я могу делать, да, чтобы подпитать сейчас себя энергией, либо какие люди, с какими людьми я могу общаться, да, чтобы вот как-то восполнить свой энергоресурс, здесь человеку как-то не хватает внимания, но внимание не просто так, чтобы потешить свое эго, а для чего-то, то есть, знаете, как, стань моей опорой, да, для того, чтобы я как-то поднялся вверх, видел недавно, опять же, в интернете ролик, когда собака лабрадор, да, значит, подсела к столу, а на ее заднюю часть, знаете, забрался кот и там что-то рубает с стола, то есть, в данном случае собака является опорой, как некая такая лестница, да, на которой забрался кот и там ест что-то такое съедобное для себя, вот вы как будто бы ищете вот этого вот лабрадора, да, кто станет для вас вот этой, причем я сказала лабрадора, может быть, кто-то действительно собаку хочет купить, кто станет для вас такой некой поддержкой и опорой, вот весь здесь расклад направлен на то, что вы ищете сейчас какую-то выгоду для себя из внешнего мира, но эта выгода, она, как бы так сказать-то, она позитивная, то есть здесь нету такого, что я хочу тебя использовать, я хочу тобой поманипулировать в своих каких-то целях, хотя так может тоже сказаться со стороны, но здесь нету негативного намерения, да, то есть здесь мотивы, они не, ну, по крайней мере, изначально они не рассматриваются в негативном ключе, да, то есть если я что-то хочу получить, и мне для этого нужна какая-то поддержка, да, то человек, как сказать, здравый, да, он не будет думать, а, я вот сейчас себя буду использовать, нет, он просто обращается, да, за какой-то поддержкой, если кто-то ему другой хочет помочь в этом, то это окей, да, возможно в будущем и будет обратная помощь тому человеку, кто вам помог, но изначально мы когда обращаемся к кому-то за помощью, либо нам нужна какая-то поддержка, мы никогда не думаем, а, сейчас я тобой попользуюсь, вот я об этом, так, еще на что вы сейчас смотрите, на какие-то перемены в своей жизни, да, то есть здесь ощущение того, что человек, он как-то вырос, не знаю, если у вас это осознание или нет, но человек хочет впустить в свою жизнь что-то новое, такое чувство, что знаете, когда людям говорят, дай мне второй шанс, но второй шанс не чтобы начать заново, а чтобы начать по-другому, вот это вот по-другому, здесь об этом речь идет, то есть вы сейчас обращаете внимание, ну, то есть смотрите на то, что, ну, либо своей жизни анализируете, такое тоже может быть, то, что уже себя и жило, в бытовом формате, это может быть, вы ходите, я не знаю, в огород и смотрите, так, вот это вот растение, оно уже засохло, оно уже не нужно, его нужно вытащить, да, выкорчевывать какие-то там сорняки, а это еще может восстановиться, вот если я там, не знаю, удобрение положу, либо там землю добавлю, то это вот может расти, вот, либо, если я заберу вот это растение с этого места, потому что, ну, оно здесь не прижилось, и положу, ну, посажу какое-то в другое место, то велика вероятность, да, что там оно приживется, и вот будет хорошо, то есть как-то по-другому что-то сделаю, либо, например, делаете ремонт, да, в квартире, и говорите, что вот так мне не нравится, я хочу по-другому, то есть если, допустим, вот у меня диван вот так стоял, и шифонер был вот в этом месте, сейчас я не хочу, я хочу что-то поменять, или либо раньше занавески у меня были вот в таком формате, теперь я так не хочу, я хочу не то чтобы другие, а я хочу, там, например, шторы повесить, если раньше были занавески, теперь шторы, то есть здесь что-то по-другому вы хотите сделать, внешне это так, а внутренне это вот какие-то перемены в вашем сознании, они связаны с тем, что вы как-то вот, опять же скажу, повторюсь, как-то выросли что ли, вам уже не интересно, вот то, как было раньше, вам не интересно, либо тот способ заработка, который у вас был ранее, он вам уже не интересен, хочется как-то по-другому, если, например, отношения были в каком-то формате, то вам уже не интересно, даже с тем же самым человеком, не то чтобы что-то возрождать, а именно вот такой формат, вам уже не интересен, вам хочется по-другому, здесь вы поэтому очень много думаете, здесь вообще вся энергия такая, что я перемен, я хочу что-то по-другому, но пока конкретно, я не понимаю, что мне выбрать, но я понимаю, что здесь основа, она будет именно на каких-то ценностях, почему, потому что, то есть я уже не хочу выстраивать здесь песочные замки, а я хочу уже что-то такое доскональное, долгосрочное, добротное, чтобы мне было удобно, комфортно, полезно, выгодно, и при этом, чтобы это имело продолжительность во времени, то есть здесь у человека какой-то, ну как правило, к такому приходит уже в более зрелом возрасте, да, либо уже, ну человек опытный, если это не касается биологического возраста, да, то есть человек, который уже прожил что-то, и он понял, что, ну нет, это меня уже не прельщает, я хочу что-то другого, и вот здесь на это вы сейчас смотрите, так, следующий вопрос, на кого или на что вы сейчас ориентированы, то есть это будет таким, знаете, то, что я сказала в самом начале, да, показателем вероятности вашего будущего, то есть мы посмотрим либо на каких людей вы сейчас ориентированы, либо на какие-то свойства, качества, не знаю, что нам покажут, давайте отдельно так спрошу, на каких людей, да, вы сейчас ориентированы, ну, на короля жесла, видите, на людей очень активных, на людей подвижных, на людей, которые рождают какие-то идеи, идейные, да, гении в некотором степени, то есть вы выбираете таких людей, либо спортивного телосложения людей, то есть люди, которые занимаются здоровым образом жизни, обращайте внимание на, ну, то есть ориентируйтесь на людей таких подтянутых, энергетически наполненных, ориентируйтесь на людей, которые любят общаться, не балаболы, такое слово, а люди такие, такие, знаете, коммуникабельные, у которых очень много связей, очень много контактов, их многие знают, вот, возможно, у вас, опять же-таки, после органа смерти, есть желание расширить как-то, не знаю, свою базу контактов, причем здесь не в контексте дружбы, а в контексте просто знакомых с приятелем, приятелей, то есть вот заводить какой-то, заводить какие-то новые полезные контакты, вот слово полезность, оно выходит здесь, также все, что связано с энергиями, может быть, вы ориентируетесь на людей, которые занимаются какими-то энергопрактиками, либо людей, которые развиваются духовно, но прям, это, знаете, вот какие-то топы-топы, то есть это не то, что в интернете, каждый второй прошел курс, сейчас я вас научу, сейчас я вам покажу, а это люди уже с опытом большим, это люди, которые, ну, действительно, что-то могут сказать по существу, не в контексте количества подписчиков, а в контексте именно знаний, вот этот момент, кстати, да, недавно для себя отметила, что люди, которые, ну, действительно, не знаю, то ли хорошо передают информацию, то ли знающие, вот у них почему-то не так много подписчиков, ну вот, ну не суть, здесь вопрос может быть харизмы, да, то есть какие-то харизматичные люди, очень активные, и очень подвижные, вот какие-то они, скоростные, люди, которые лидеры, прирожденные, то есть за какими-то лидерами вы тоже наблюдаете, пионеры, первопроходцы именно в какой-то своей сфере, то есть опять-таки мы не, ну, здесь не только, допустим, про блогеров, у каждого может быть своя какая-то профессиональная сфера, вне интернета, например, да, и вот вы наблюдаете за развитием, то есть кто там у вас находится в топах, вот на таких людей вы сейчас ориентированы, а на какие свойства, на какие качества вы сейчас ориентированы, на какие качества, качества аэрофанта, хочется что-то такого настоящего, знаете, не фейкового, то есть это, например, если это общение, коммуникация, то человек, он должен быть искренне в своих выражениях, то есть если ему плохо, он это показывает, если ему это хорошо, он опять показывает, да, то есть здесь вот эта вот вся фейковость, пластмассовость, она уже неинтересна, здесь хочется какой-то глубины, здесь хочется какой-то искренности, чистоты, традиционности, возможно, вот какой-то правильности, когда люди соответствуют каким-то своим морально-нравственным ценностям, да, то есть вот здесь какой-то чистоты хочется, да, прав и нормы, еще на какие свойства вы сейчас ориентированы, ну вы и ориентированы внутрь себя, да, по двойке мечей, на то, что помогает вам как-то примирить себя, да, найти, даже не баланс, а здесь принятие, то есть вы ориентируетесь сейчас на то, что, как, либо как принятие, да, что-то хочу в себе принять, и стараюсь понять, разобраться, либо какие качества я в себе могу принять, то есть здесь мир в вашей душе, вот на это вы ориентируетесь сейчас, да, на, возможно, на примирение каких-то двух противоположных мнений, да, то есть вот то сомнение, которое присутствует у вас, как разрешить какую-то такую ситуацию двоякую, то есть вот на это вы тоже можете ориентироваться, то есть как примирить, ну здесь переговорные моменты тоже могут быть, может быть, кого-то стало интересовать, интересовать практики НЛП, либо переговорные какие-то моменты, да, вопросы профайлинга, то есть считывание людей, но не в контексте анализа, а в контексте в дальнейшем использования этой информации в коммуникации, здесь коммуникация для вас, она стала важна, причем коммуникация не только вербальная, но и невербальная, здесь тоже, да, то есть позы, жесты, сигналы, и в том числе все, что связано с письменностью, да, возможно, кого-то заинтересовала здесь какая-то орфография, то есть, может быть, люди изучают языки, грамматику, а может быть, каллиграфия тоже кому-то стало интересно, да, как писать, может быть, создание логотипов, да, но на основе именно каллиграфии, либо кто-то делает акцент здесь на то, что хочу как-то красиво написать, ну, как этот подпись, да, научиться ставить красивую подпись, есть люди, которые, ну, могут создавать красивые такие подписи, вот, и этому можно научиться в дальнейшем, то есть, вот здесь что-то с письменностью, причем эта письменность, она такая, понимаете, каллиграфичная, и что-то там вот как-то так вот витьеват, витьеват идет, не знаю, как, не как кругляшки, а вот что-то такое, то есть, здесь не углы, а здесь плавное, здесь плавное, здесь все мягкое, причем развитие, здесь как-то идет, развитие по спирали, либо если, извиняюсь, если кто-то использует руны, вот почему-то они как-то здесь пишутся не угловато, а именно как-то с завихрениями какими-то, то есть вихри, вихри, почему-то мне идут сейчас вихри, я не могу понять, либо вот кто-то что-то рисует как-то связанное со спиралью, вихри, ветер, может быть, кто-то, да, ветер, мечи, может быть, действительно кто-то ориентирован сейчас на познание стихии ветра, так, и последний вопрос, то есть на что вы, ну вот это вот ваша вероятность, да, если вы на это ориентированы и много энергии туда вводите, то можете сразу для себя понять, что в будущем, да, в какой-то момент, в какой-то период результаты, вот то, на что вы сейчас обращаете внимание, вы это получите, то есть сейчас вы формируете вот это вот свое будущее, чем больше вы зависаете в этих энергиях, чем дольше вы это делаете на постоянной основе, то велика вероятность, что вы, ну, больше вероятность получения того результата, который, на котором вы сейчас сфокусированы, вот, опять же таки, если через какой-то период вы прекратите это делать, это не значит, что этого в будущем не будет, будет, просто все будет зависеть от того, сколько энергии вы влили, энергии в контексте внимания, сколько вы влили вот именно в то, над чем вы здесь фокусированы, и результат, он будет либо меньше, либо больше, но он будет однозначно, то есть, одно дело, если вы, например, там, один раз так подумали, да, о чем-то, вот о каких-то здесь свойствах, качествах, а другое дело, как вы уже, например, там, я не знаю, подписались на нескольких людей вот в таких качествах, да, обращаете на себя внимание и там, изучаете, может быть, какой-то курс и уделяете этому целый месяц. Велика вероятность, конечно же, что в будущем это ощутимое, возможно, как шанс какой-то, но в будущем уже оно проявится. Так, и последний вопрос, кем вы стали благодаря вот этому вот вашему взору, то, на что вы обращали внимание? Почему? Потому что вот вот то, что вы сейчас делаете, да, оно так или иначе, оно дает уже сейчас результат. У нас есть долгосрочные результаты, это в зависимости от масштабности, да, проявления. То есть материализация, она может быть краткосрочная либо долгосрочная. То есть время зависит от масштаба и объема. Чем больше объем, тем больше энергии нужно, тем больше времени нужно на реализацию. А есть краткосрочные, да, то есть это что-то такое небольшое, меньше времени и оно быстрее реализуется. Итак, кем вы стали благодаря вот вашему вот этому взору, вниманию. Во-первых, вы стали более внимательным, Паш Мичель. Вы стали более внимательными, более настороженными. Опять-таки вопрос истинности, да, здесь встает. Стали более правдоподобными, что ли. Ну, то есть здесь вы уже не скрываете какую-то информацию. Опять же, не в контексте того, что вы планируете сделать, а именно в диалоге. То есть вы говорите уже, называете вещи своими именами, да, здесь уже нету страха как-то обозначить свои желания, что-то сказать. Вы научились здесь планировать, да, то есть благодаря вот этому магу, вы научились планировать как-то свои перспективы, что вы хотите, как вы хотите. Что еще? Кем еще вы стали благодаря вашему взору, вы стали более дружелюбными, более легче стали относиться к каким-то вещам. Опять же, таки, почему? Потому что вы для себя понимаете ценность, да, что для вас является ценностью, и все остальное мы просто отсекаем за ненадобностью, потому что и за неактуальностью, то есть зачем мне, допустим, там переживать за что-то, что, ну, как-то вот не будет эффективно для меня, то есть мне это не даст каких-то плодов в будущем, да, то есть здесь у человека по ракаму смерти действительно произошло какое-то вот переосознание в каких-то моментах окончательно, в каких-то моментах вы еще находитесь в процессе, но однозначно ваше окружение здесь сменилось, да, по тройке кубков, ваше отношение к дружбе, к взаимодействию с людьми изменилось и появилась какая-то легкость, возможно, вы близко к сердцу не принимаете какие-то вещи, да, либо то, что вам не нужно по пажу мечей, вы уже легко говорите нет, да, отсекаете, может быть, в какой-то степени еще грубовато, да, здесь может быть, то есть знаете как, многие говорят, да, не знаю как, мне пофиг, да, сделай это, да, мне все равно, делай как хочешь, ну, то есть раньше вы как-то более бы, не знаю, более дипломатично, что ли, подходили бы, либо более тактично, я бы сказала, сейчас вы, такое ощущение, да, я уже задолбалась, да, под каждого подделываться, я уже говорю как есть, криво, криво косо, фиг с ним, главное, что я сказала, я не соврала, и не соврала, либо это важно, да, еще кем вы стали, и здесь появилась общительность, да, то есть больше коммуникации, больше общения, больше каких-то праздников, стали выходить, встречаться с людьми, не могу сказать, подпускайте вы к себе близко или нет, но вот взаимодействие, оно уже присутствует, еще кем вы стали, благодаря вашему взору, более терпеливыми, более понятными, плюс ко всему, здесь у вас бесконечные трансформации, идут внутренние, они идут очень медленно, плавно, комфортно для вас, вы как будто бы стали понимать, вот, что вашей жизни не хватает, и в каких объемах, да, и вы себе это можете дать, то есть здесь опять-таки вопрос, на уровне энергетики, то есть если раньше, опять скажу, да, с кем-то вы беседуете, встретились с кем-то, и вы понимаете, что, ну, поговорили уже 10 минут, да, мне уже скучно, но сказать человеку, что вот мне надо идти, либо я не хочу, вы не умели, не знали, и вот сидели до последнего, пока там человек вам не расскажет, там, не вылет всю свою судьбу на вас, в конечном итоге вы расходились, и с неприятным послевкусием, да, какой-то вот остаток такой, осадок оставался, ну, неприятный, а сейчас уже такого нет, да, сейчас вы понимаете, что все, 10 минут я поговорила, уже сказать больше нечего, все, прощаюсь, опять же, может это коряво звучать, но вы говорите, ну, все, я пошла, допустим, у меня есть какие-то дела, либо, ну, все, я уже не хочу говорить, что-то я устала, давай я пойду, все, будем на связи, здесь какие-то такие моменты, но в любом случае, да, уже присутствует вот это вот понимание энергетическое, сколько я должна отдать, и сколько я должна получить, здесь уже нету такого, что вот вы отдаете, 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 либо только берете, берете, нет, каждая ситуация, она индивидуальна, каждый человек, он индивидуальный, и вы уже это понимаете, здесь у вас этот баланс есть, плюс ко всему, баланс именно в эмоциях, то есть для вас, до вас, как говорится, хочется сказать, дошло наконец-таки, что чрезмерная эмоциональность, она не во благо, наоборот, через эмоции вы сливаете очень много энергии, да, и вот здесь вот эта вот разумность, этого же мой, мага, она не случайно появилась, да, то есть, возможно, вы получили информацию, да, как вам копить энергию, опять-таки, вопросы ценности, то есть ценность себя вы познаете через как-то взаимодействие с другими людьми, вы понимаете, что чрезмерная эмоциональность, вот эти вот эмоциональные качели, они мне благо, от них нету выгоды, они мне благо не несут, да, если они, допустим, позитивные, там, радость, веселье, это приятно, но потом идут откаты, и откаты, как головная боль, да, после похмелья, она намного хуже, чем само похмелье, стоит ли это того или нет, то есть здесь человек как будто бы нашел для себя золотую середину, как в эмоциональном плане, так вообще в понимании того, что быть в золотой середине во всем, это намного эффективнее и намного полезнее, здесь вот какая-то здравость появилась, вот, в большей степени вы стали, опять же-таки, терпеливыми, да, касательно двойки мечей, с большим принятием, да, к людям, более спокойно стали реагировать на них, и, как следствие, вы стали принимать природу каждого человека, допустим, там, человек все время опаздывает, ну, что поделать, раньше вас это раздражало, да, его непунктуальность, например, либо наоборот, человек всегда время приходит рано, и, там, куда-то вас торопит, вот, вас раньше, может быть, это раздражало, сейчас нет, вы принимаете, ну, окей, вот такой человек, все, я как-то под него подстраиваюсь, не в контексте разрушения себя, а в контексте формы взаимодействия, такой вот, какой бы было комфортно мне, но при этом я подстраиваюсь под этого человека, еще кем вы стали, благодаря вашему взору, последний аркан, вы стали шестеркой жестов, да, то есть человек, который в большей степени, вот вы были как-то интровертными, человек, который в большей степени нашел, баланс, гармонию, именно в социальной, в реализации, да, себя в социальной сфере, то есть победитель, в чем он победитель, жезлы, это социальная наша сфера, она выровнялась, то есть человека больше, не знаю, больше стало позитивных каких-то моментов во внешнем мире, да, больше энергии, его больше удовлетворения появилось, но здесь не в контексте эмоций, а именно в контексте каких-то достижений, да, то есть человек что-то в себе преодолел, что-то поборол, с чем-то справился, и вот он получает вот это вот удовлетворение, то есть здесь возросла его самооценка, что способствует дальнейшему движению, да, то есть вот чему-то здесь человек научился как-то преодолевать, с чем-то справляться, и у него больше позитивных моментов в жизни стало, и на жизнь он стал смотреть более позитивно, и причина здесь в магии и в королеве Пендакли, да, что человек понял свою, с одной стороны свою ценность, а с другой стороны обозначил как-то свои границы, то есть он, границы, они проистекают после того, когда человек понимает свою значимость, свою ценность, то есть вот то, что в фразах бывает, да, я не встану с кровати, если, допустим, мне там не заплатят миллион долларов, и здесь это вопрос не о гордыне, а здесь вопрос понимания своей собственной значимости, важности, да, что я могу дать этому миру, насколько это ценно, я это обозначиваю в такую сумму, поэтому зачем мне делать лишнее телодвижение, когда я знаю, что все равно найдется человек, который мне столько заплатит, есть другая категория людей, которые говорят, да, вот, я бесплатно все сделаю, да, лишь бы сделать, так вот я буду нарабатывать базу, либо еще что-то, то есть изначально себя уже обесценивая, здесь вопрос ценности, то есть понимание себя, да, насколько мои умения, насколько я вот там платил за это, вкладывал в себя все эти деньги, они же должны как-то работать, эти деньги потом на меня, если они не приносят доходы, значит, что-то в моем именно характере, не в моих умениях, а в моем характере что-то не так, вот, но здесь, здесь хорошо, здесь хорошо, здесь вот вы стали по умеренности, более спокойные, принимаете, медленно, медленно меняетесь, что смерть, что аркан умеренности, говорят о том, что трансформации идут, перемены идут, но они идут, они идут спокойно, да, то есть, и эти перемены, они внутренние, безусловно, чтобы увидеть результат, иногда это может вас в некоторой степени раздражать, почему, потому что вам кажется, что вот вообще ничего не происходит, но это ошибочное восприятие, перемены внутри вас идут, и они дадут свои плоды, только вот такое ощущение, что вот возможно по времени, это будет долгосрочно, это не будет так быстро, вот, но плоды будут однозначно, вот такой у меня был расклад, сегодня благодарю вас всех за внимание, забыла сказать в самом начале, все время хочу сказать и забываю, я делала некоторое время назад расклад, где я показывала не руки, а себя, и в этот день мне пришел большой донат, я не знаю от кого, хочу поблагодарить этого человека за донат, меня прям вот очень-очень порадовал, это показатель того, что когда ты радуешься, да, что деньги приходят на эмоции, когда ты находишься вот в этом позитивном состоянии, и ты отдаешь там, не знаю, эмоции, какую-то пользу, что-то даешь этому имену, тебе возвращается, но в данном случае мне вернулось донатом, я все просто забываю сказать, поблагодарить человека, мне было очень-очень приятно за ваш донат, а я прощаюсь с вами, пишите в комментариях, пожалуйста, на что вы обращаете сейчас внимание, вот это будет самое такое интересное, посмотреть, на что вы сейчас обращаете свой взор, можете написать там, например, сейчас, к примеру, вы беременны, сейчас я обращаю внимание на маленьких детей, либо на красивую детскую одежду, либо вообще на красивых людей, то есть замечаю что-то такое красивое, что-то приятное, не знаю, кто-то хочет купить какой-то автомобиль, сейчас я замечаю, обращаю внимание на автомобиль вот этой марки, вот этого цвета, к примеру, кто-то может сказать, что сейчас я замечаю, что очень много негатива, либо очень много предательств, опять же таки, это сразу мы понимаем, что внутри нас есть где-то какие-то такие моменты, где мы сами себя предаем, и нам это внешний мир подсвечивает, это нам понятно, но интересно посмотреть, на что падает сейчас ваш взор, может быть кто-то скажет, что вот мой взор падает на какие-нибудь там ролики с животными, там кошечки, собачки, это вообще прикольно, это очень мило, и это очень забавно, а кто-то, например, обращает внимание на влюбленные парочки, то есть для них вот это является притягательным, каким-то ярким, важным, актуальным на данном этапе, вот напишите, мы посмотрим, какая энергия у людей на данном этапе, на этом все, всего вам самого наилучшего, прекрасных выходных, приходите на Блиц консультации этих выходных на тему потока, прощаюсь с вами, всем пока-пока, до понедельника.